Ваш покорный слуга собирается сказать несколько слов относительно канонических аспектов. Афтокефалии Русской Православной Церкви, принятой в 1448 году. Почему эта тема актуальна? Дело в том, что в последнее время появились многоразличные выступления как Константинопольских богословов, в том числе Волосия Федеса, так и наших доморощенных богослов, таких как Вадим Лурье, лжеепископ Григорий, которые считают, что автокефалия 1448 года не является каноничной. Хорошо ли меня слышно? Очень хорошо, все слышно. Благодарю, Сергей. Так вот, что следует сказать, когда Русская Православная Церковь, точнее Киевская Метрополья Константинопольской Патриархии посылала своих посланцев на Флорентийский собор, то она пребывала в уверенности, которую разделяли многие православные иерархи, в частности, святитель Мары Кефирский, относительно того, что это будет не унии, не сделка, не продажа веры, а честный богословский разговор, честная богословская дискуссия и православие, в результате которой возможно и удастся обратить латинию к православию. В частности, от такой точки зрения придерживался святитель Мары Кефирский. Однако, в действительность гроба опровергла все эти прекраснодушные ожидания. Дело кончилось диктатом Папы, который затыкал даже своих католических монахов, не то что православных, когда они дерзали говорить, что Марк Кефирский говорит про общественность и очистилища. Когда, по сути дела, была принята католическая доктрина и относительно исхождения святого духа, и относительно очистилища, и относительно власти Папы, можно было, кстати, даже и не съезжаться, и не обсуждать. Все было предопределено взгляднее. И эта же предопределенность явилась и в позиции Исидора, митрополита Киевского, известного византийского гуманиста, который, как известно, продал православие ради виртуального спасения империи. Относительно реальности спасения империи, очень точно высказывался святитель Геннадий Схаларий, говоря своим соотечественникам. Несчастные, вы продали... Несчастные, вы уже потеряли свою империю. Зачем вы хотите потерять еще и свою церковь? Но это, к сожалению, понимали не все. И вот в 1440 году митрополит Исидор Киевский появляется на Руси. При этом ему предшествовал Папский крест, как папскому кардиналу. При этом он везде проповедовал Лугугию. Начиная от границ Великого княжества Литовского, в Киеве, в Святой Софии он огласил результаты флорентийского Томаса. Но когда он в таком виде явился в Москве и огласил то же самое в Москве, то он столкнулся с жестким сопротивлением и православной иерархии, и Великого князя Василия Васильевича Тёмного, память которого мы сегодня, можно сказать, совершаем на этой конференции. Как гласит о летописи Василий Тёмный жестокими словами разборонил Исидора и назвал его изменником, православие, и он бросил его в темницу. Но вот бросить он бросил, а что дальше делать, было непонятно, потому что с формальной точки зрения каким был он, не был. Но тем не менее он оставался экономическим митрополитом киевским. Что с ним делать? Ну не извергать же его из сада. На это русские епископы в формате не имели полномочий. И тем больше не казнить его, не сжигать. Поэтому сделали самое разумное, что было возможно. А им дали возможность ему утечь. Дали возможность ему сбежать. Хорошо ли слышно меня? Слышно, слышно. Спасибо, Господи. Так вот, между прочим, такой же ход, по большому счету, применение за 60 с хвостиком лет назад к неэкономическому митрополиту Гиприану. Исидор сбежал. Позднее он стал благополучным римским кардиналом, но уже на Киев, а уж тем более на северо-восточную рост, никаких претензий он предъявлять не мог. И вот в таком межуумничном положении ситуация оставалась целых 8 лет. А именно в течение этих лет и великий класс Василий и русские епископы пытались связаться с Константинополем и пытались как-то выяснить драгматическую позицию Константинополя. Но все их попытки наталкивались на явное игнорирование позиции русской церкви со стороны официального Константинополя. В конечном счете, учитывая то, что церковь не может долго оставаться без митрополита, в 1448 году принимается историческое решение. Русские епископы собираются на собор в Москве и избирают рязанского епископа Илуну, который, отметим, кстати, в 1433 году был кандидатом на митрополитический престол на Евро, когда обскакал Исидор. И избирают его каноническим митрополитом Киевским и всей Руси. К сожалению, католическая партия не желая смириться со своим поражением в отбегании в 1458 году унията Григория Паукарина, который создается не каноническим митрополитом Киевским и отбирает от русской православной церкви все те гепархии, которые находились в владениях великого князя Литопского, а тогда по совместительству короля Кольского Казимира Григория Паукарина. Возникает вопрос, насколько каноническим является решение, как являлось решение собора в 1448 году. С точки зрения церковной каноники она является совершенно каноничным. Апостольское 34 правило власть и подобает епископам того или иного народа знать первого и без его соисборения ничего не делать. Могут возразить, что таковым первым являлся Константин, с формальной точки зрения Константин, облеский патриарх. Но Кольского Куры Константин, облеский патриарх, отпал от православия, то был к своему члену всего назначения, он сдавился ниже простого миринина. И соответственно епископы, устоявшие православие, имели полное право избирать православного, возглавителя православного митрополита. Поскольку существует известное правило Докуратного Собора, по которому те священнослужители, которые уклонились от общения со своим епископом, когда он с непокрытой головой проповедует ересь, те не только не подлежат наказанию, но напротив, достойны награды, ибо они осудили не епископа, а уже епископа. И вот с этой точки зрения и митрополит, и патриарх Иосиф, который принял у нее, и патриарх Григорий Имамов, являлись уже епископами. И, соответственно, по своему чину, по словам свидетеля Белориона, они становились ниже даже простых. И, соответственно, ей, если это становилось реальностью для русской православной церкви, если она оказывалась в вакууме, если ее мать церковь, патриархальная церковь, отпадала в ересь, то она имела полное право провозгласить автокефарию. Правда возникает и, соответственно, согласно правилам Двукратного собора, не осудили не епископов, а лжи епископов. Правда в 1454 году благодаря султану Мехмеду II Константинопольская церковь возвращается в православие и восстанавливается Константинопольский патриарх православный Геннадий Саварий. Но тогда возникает вопрос, «Осследовало ли в русской церкви, облаявившись свою автокефарию, возвращаться к Константинопольской церкви и ее надо воспоминать, как Геннадий Саварий, следовало ли уничтожать обретенный автокефарию? На этот счет следует дать все же ответ на 31 подбул понятия во первых в каноническом праве не существует легальных законных механизмов уничтожения автокефарию. И согласно восьмому правилу Третьего Вселенского Собора единожды обреченная автокефарию становится неизменной. становится неотмененной, как и говорили отцы Третьего Вселенского Собора, да, не внесем надменное дымное надменение мира всего и да не утратим понемногу той свободы, которую давал нам Господь Иисус Христос. Это пункт первый. Пункт второй. Возвращаясь в каноническое подозрание, Константинопольской Патриархии вместе с тем Русская Православная Церковь становилась в известной зависимостью от Турецкого Султана. Да, Турецкий Султан делал Константинопольский Патриарх Амелет Паши, то есть главу Евромского Амелета, который включал православных подданных Турецкого Султана. Но становясь митрополией Константинопольской Церкви, Константинопольского Патриархата, тем самым Русская Православная Церковь автоматически включалась бы в этот самый Амелет. То есть вся Руссия становилась облом чехом подданной Турецкого Султана, пусть чисто символически, но тем не менее так как бы она становилась, что было несовместимо ни с достоинством русской православной Церкви, ни с реальным положением вещей. Мало было формального подданства от Золотой Орды, теперь надо было еще и получать формальное подданство от Турецкого Султана. А зачем это нужно было и каким сатириологическим целям это служило? По-моему, никаким. Для освобождающейся уси от Мангульского Иго, от Мангулы Татарского Иго, полигация еще и в Иго Турецкая была совершенно не нужна. Как и говорит апостол Павел, не делайтесь рабами человеком. Соответственно, недвижение господства Константинопольского патриархата было совершенно законным в эпоху латинской ереси, которая господствовала в Константинопольском патриархате с 1439 по 1454 год. А после 1454 года и совершенно не нужны и туринически не обоснованы. Благодарю вас, дорогие отцы и пратизы. Если есть вопросы, рано, ответите. Отец Владимир, Степанов, вопрос такой, а могло ли быть двойное, то есть, это получалось, что тогда двойное подданство, они же были подданными Золотой Орды, а теперь нужно было получать еще подданство турецкого султа, то есть, возможно ли было чисто теоретически двойное подданство такое в те времена? Во-первых, даже чисто теоретически это было весьма сомнительно, потому что само подданство, к примеру, Крымской Орды, турецкому султану, становится только с 1475 года. Теоретически оно, может, и было возможно, но, опять-таки, оно было совершенно и не нужно. Иными словами, это был бы источник известных корресий. Скажем, хан золотой Орды, какой-нибудь Мухаммед, мог и обидеться, что его подданные, пусть даже чисто формально, могли становиться до времена, отданное турецкого султана. Турецкий султан мог обидеться и на то, что его подданные становятся отданное золотого Ордынского хана. То есть, такие коллизии, такие делки были абсолютно не нужны. Но, в любом случае, даже если было это насколько было нужно. С этим согласны. Спасибо. Спасибо.